Только представьте, большой каньон в Аризоне больше, чем весь штат Род-Айленд. В нём мог бы поместиться даже Манхэттен. Каньон настолько огромен, что там устанавливается собственный климат. Но, поверьте, есть и более впечатляющие природные феномены. Долины Маринер намного больше Большого каньона. Они находятся на Марсе и простираются почти на четверть окружности всей планеты. Долины в 10 раз длиннее Большого каньона и настолько глубокие, что туда можно прыгнуть с парашютом. Долины Кассии также расположены на Марсе и состоят из нескольких каньонов. Возможно, именно там однажды произошло мега-наводнение. Вся Красная планета испещрена огромными каналами и каньонами. По мнению исследователей, именно в долинах Тио мощный поток марсианских вод встретился с кипящей горячей вулканической лавой. Кажется, нам известно, кто победил. Долина Арис впечатляет ничуть не меньше. Это самая длинная из известных водных систем. Трудно представить, что на Марсе могут располагаться огромные водные пути, реки и поймы, но, возможно, когда-то здесь преобладал теплый и влажный климат. А теперь планета состоит лишь из высохших каньонов. Каньон Итока похож на гигантский шрам на поверхности Тефии, спутника Сатурна. Он в четыре раза длиннее большого каньона и примерно в три раза глубже. Ещё ему несколько миллиардов лет. К сожалению, пока здесь никому не доводилось плавать на лодке. Зато мы можем полюбоваться фотографией, сделанной космическим кораблём Voyager 1. По сравнению с великой долиной Меркурия, большой каньон скорее напоминает крошечную выбоину. Космической станции NASA Messenger первой удалось сделать пару снимков массивного образования. Долина окружена двумя гигантскими уступами — Энтерпрайзом и Бельджикой. На самом большом спутнике Плутона — Хароне — есть каньон Арго, и он просто огромен. Пускай Плутон больше не является планетой, но он всё ещё может похвастаться огромным оврагом. У Большого каньона даже на Земле есть серьёзные соперники. Каньон Ярлунг-Цангпо — самый глубокий каньон на планете, а расположен он в Гималаях. Некоторые называют его Эверест среди рек. В нём можно было бы разместить здание высотой в 2000 этажей. Ущелье реки Инд — большое и извилистое. Оно находится в Пакистане, и в нём можно было бы расположить три футбольных поля. Через него протекает река Инд — одна из крупнейших рек Азии, и здесь даже водятся усатые киты и морские свиньи. Если захотите посмотреть на каньон Колка в Перу, приготовьтесь. Вас ожидает короткая, но невероятно ухабистая поездка на автобусе от Мачу-Пикчу. Здесь обитает самая большая летающая птица в мире — Анский кондор. Размах его крыльев достигает трёх метров. В Непале, где расположены Гималайи, находится потрясающее ущелье Кали-Гандыки. Никто точно не знает, насколько оно глубокое, но, возможно, в пять раз глубже Большого каньона. Ущелье может похвастаться невероятными ландшафтами и разрежённым воздухом. Так что будьте осторожны и не забывайте, что неопытным туристам лучше его избегать. В Медном каньоне, расположенном в Северной Мексике, живёт знаменитая группа людей, которая бегает марафоны и даже ультрамарафоны просто для удовольствия. Здесь находятся шесть объединённых каньонов и в самой широкой части два самых высоких водопада Мексики. Также через Медный каньон проходит один из самых длинных зип-лайнов в мире и один из самых страшных аттракционов. Поездка на поезде. Главное, не смотрите вниз. Даже в США есть каньон, который глубже Большого. Адский каньон представляет собой границу между двумя штатами – Орегоном и Айдахо. А появился он из-за того, что когда-то здесь стекла река Снейк. В Адском каньоне расположился горный хребет Семи Дьяволов. Кто вообще придумал все эти жуткие названия? Кингс-каньон находится в Йосемицком национальном парке. Он примерно в полтора раза глубже Большого каньона. А неподалеку находится второе по величине дерева на земле – Генерал Грант. Каньон Каперти – самый большой в Австралии. Посетив его, можно обогатиться. Но если повезет. Дело в том, что за несколько лет пара-тройка велосипедистов находила на берегах реки Каперти драгоценные камни. Если очень повезет, вы даже сможете наткнуться на наскальные рисунки, оставленные около двух тысяч лет назад. Ущелье прыгающего тигра выглядит так, будто вы попали в сказку. Но оно существует на самом деле, причем весьма глубокое и страшное. По легенде, за тигром гнались охотники. И благодаря небольшому выступу посередине реки он без труда через нее перебрался. Восточно-Африканская рифтовая долина в 15 раз длиннее Большого каньона. Она простирается на два континента и является домом для 30 озер. Ее видно даже из космоса, так что если когда-нибудь отправитесь в космическое путешествие, не забудьте полюбоваться. Каньон Кутауаси славится своей невероятной глубиной. Здесь можно заниматься экстремальным рафтингом, каякингом и пешентуризмом. Но остерегайтесь комаров. Скорее всего, они там довольно большие. В Тибете есть один каньон, который может побить не один мировой рекорд. Попробуйте написать в поисковике «каньон Полунгцангпо». Вряд ли вы найдете хотя бы пару фотографий. А что же там внизу? Наверное, просто река. Колумбийский каньон Чикамоча. Почти такой же глубокий, как и Большой каньон. Здесь очень популярны экстремальные виды спорта. Спуски на зиплайне, гребли на каноэ, полеты на параплане. Даже путешествие по канатной дороге заставит сердце учащенно биться и займет около 25 минут. Под льдом Гренландии скрыт Большой каньон. Он простирается на сотни и сотни километров. По нему постоянно течет вода от тающих айсбергов. Кстати, интересный факт. Каньон обнаружила НАСА. В Антарктиде есть огромный каньон. Но, к сожалению, его не видно. Скорее всего, он очень холодный и белый. Гигантские ущелья могут скрываться и в морях. Жемчугский каньон – один из самых больших подводных каньонов. Он находится прямо у берегов Аляски и служит домом для тюленей, дельфинов и китов. Самый глубокий подводный каньон примерно в шесть раз глубже Большого. А называется он Марианская впадина. Если вам удастся добраться до дна, вы побьете мировой рекорд по самому глубокому погружению. Большой Багамский каньон – еще одно подводное чудо. Туда можно бесконечно сбрасывать здание Empire State Building. Но до поверхности не достанет даже шпиль. Залив Монтерей довольно спокойный, чего не скажешь о его каньоне. Там водятся рыба-фонарь, кальмары, морские черепахи, морской окунь и морские выдры. Ах да, еще тысячи медуз, так что будьте осторожны и смотрите, чтобы вас не ужалили. Там также есть гигантские водоросли, которые вырастают в длину до 30 метров. Гудзонский каньон начинается от Нью-Йоркской бухты и уходит в открытое море. Конечно, там обитают глубоководные кораллы и губчатые, но в основном дно усеяно лишь горами мусора и огромным количеством сточных вод. Каньон Авеллес находится у берегов Испании. Это один из самых глубоких подводных каньонов в мире и одно из немногих мест, где обитают гигантские кальмары. Он славится белыми кораллами и безумно низкими температурами. Австралийский каньон Брэмер. Подводный, огромный и опасный. Особенно для гигантских кальмаров, которые являются излюбленной пищей касатки, огромного и весьма прожорливого кита. Сейчас каньон – одно из главных туристических направлений. Особенно для тех, кто хочет одновременно сфотографировать больше сотни касаток. Каньон «На заре» находится рядом с Португалией. Это самый большой подводный каньон в Европе, и его глубина составляет около пяти километров. Именно такая длина получится, если поставить друг на друга шесть самых высоких зданий в мире. Здесь образуются гигантские волны, из-за чего место стало пользоваться большой популярностью среди серфингистов. Канадская арктическая рифтовая система просто огромна. Она простирается от моря Лабрадор до арктического архипелага и соединяет северный Ледовитый и Атлантический океаны. Благодаря рифтовой системе Гренландия не врезалась в Канаду несколько миллионов лет назад и продолжает медленно дрейфовать и сейчас. Представляете, какой огромной была бы Канада, если добавить к ней Гренландию? Генландия не врезалась в Канаду.